здравствуйте уважаемые слушатели мы с вами начинаем рассматривать интересную тему это особенности и секреты учета курсовых разниц связанных с валютными операциями и конечно же учета разниц в курсах валют или отклонений в курсах валют диана просьба микрофон не включать спасибо зовут меня иванов валерий георгиевич мы с вами будем в центре специалист встречаться и изучать направление бухгалтерских дисциплин экономических дисциплин работаю в центре компьютерного обучения специалист уже девятый год опыт колоссальный в части постановки методологии для различных крупнейших компаний корпорации банковского учета производственного учета учетов торговых компаниях являюсь автором некоторых программных продуктов 1с сегодня будем говорить именно об учете валютных операций именно связанных с курсовыми разницами и разницами в курсах валют ну и можем принципе приступать напомню что у нас есть сайт специалист на сайте специалист точка ру есть раздел преподаватели ну и иванов всего один так что можете заходить ко мне на страничку читать отзывы видео здесь есть множество различного видео по учету лизинговых операций по резервам в части некоторых планы свой инвентаризации отчетность есть дополнительная поддержка онлайн для всех слушателей пожалуйста регистрируйтесь смотрите наблюдайте мы всегда поддерживаем вас ну и с чего начнем начнем конечно же с того что есть понятие пбу 3 2006 года которая гласит нам об учете разниц и вообще об учете активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте то есть мы будем с вами говорить именно об активах и именно об обязательствах стоимость которых выражена в иностранной валюте на этом курсе и на этом сегодняшнем так я так называю лайфхак по валютным операциям для каждого бухгалтера прежде всего то есть бухгалтерский лайфхак нам нужно освоить всего две таблицы первая таблица будет связана с курсовыми разницами а вторая таблица будет связана с разницами в курсах валют это разные вещи многие пользователи и вообще бухгалтеры экономисты думают что одно и то же курсовая разница разница в курсах валют чтобы не было путаниц мы прямо сейчас запишем определение что такое курсовая разница и что такое разница в курсах валют или отклонение значит можно записать что курсовая разница это особенность именно курсовой разница что это это разница между курсами валют одного только центра банка российской федерации на разные даты одного только центра банка на разные даты то есть мы будем сравнивать курс например от 31 марта девятнадцатого года с курсом от 26 марта 2019 года еще раз я буду брать курс центра банка только на нужные мне даты на какие согласно по бу третьему четко сказано на каждую дату операции с валютными ценностями или если таких операций не было то всегда на каждую отчетную дату то есть и или потому что если были даты операции с валютными ценностями мы всегда или с валютными активами или с валютными обязательствами то мы всегда их переоцениваем на дату операции с этими событиями если же таких событий в течение отчетного периода не было то на отчетную дату отчетной даты в бухучит является конец месяца ну например курс был 65 на 20 на 31 марта а на 26 курс был 63 напомню что я разницу определяют стандартно как сумма валютной массы актива или обязательства умноженная на вот эту разность двух курсов одного только центробанка вот это и есть курсовая разница если у меня есть 1000 долларов и они у меня с 26 марта как поступили от покупателя я их не трогал то на 26 марта у меня в учете была проводка дебет 52 кредит 62 на сумму на 26 марта я показывал сумму учете я же не знал какой курс был или будет я знал какой на 26 марта и это 1000 долларов умножить на 63 это было 63 тысячи рублей но вопрос 63 тысячи рублей надо ли переоценивать на отчетную дату положение по бухучету номер 3 учет активных учет активных активы обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте конечно же просит нас чтобы мы переоценили наше богатство ведь у нас по данным 26 марта на эту дату было 63 тысячи рублей в виде 1000 долларов но на 31 марта мы должны сделать переоценку переоценка в этом и заключается что она должна откорректировать сумму валютного актива или обязательства то есть мы должны с вами сделать пересчет то есть 52 счет должен быть не по курсу 63 уже по курсу 65 но у меня 63 уже отражено значит я должен взять разницу 65 минус 63 это два доллара дельта будет 2 рубля за доллар а если у меня 1000 долларов на счете 2 на 1000 2000 то есть 1000 долларов валютный актив умножить на разницу между курсами одного только центробанка и это у меня будет запись такая что если эта разница положительная плюс 265 минус 63 плюс 2 я делаю дополнительную проводку 952 кредит какого-то счета мы скажем что это девяносто первые доходы на сумму 2000 рублей но не всегда все переоценки будут отражаться именно так поэтому мы должны записать квадрат курсовых разниц то есть я даю шпаргалку секрет как отражать в учете курсовые разницы с помощью квадрата это я вам просто показал пример чтобы дать определение что такое курсовая разница особенности курсовой разницы что берутся два курса валют только одного центра банка на разные даты ну и умножаем их на сумму валюты того что переоцениваем теперь запишем квадрат курсовых разниц квадрат курсовых разниц у этого квадрата будет некая табличная часть легенды сверху пбу 3 гласит от 2006 года что есть активы и есть обязательства стоимость которых выражена в иностранной валюте вячеслав диана все слушатели если есть вопросы пишите их чате параллельно на все вопросы буду отвечать по ходу занятия если хотите в конце занятия можно и в конце занятия то есть все активы и обязательства стоимость которых выражены в иностранной валюте а легенда по горизонтали будет следующее что у меня здесь будет дельта курса валют то есть что происходит с курсом дельта курса валют курс увеличивается в центра банка обязательно только говорим о цбрф об одном курсе и все курс центра банка увеличивается плюс или курс центра банка снижается плакать или радоваться это уже второй вопрос но когда курс снижается я четко понимаю что он был 70 остался 61 произошло снижение курса вот как отражать в учете эти операции плюс или минус а тут зависит от того что о чем речь если мы говорим и этот квадрат идеально вам ответить на все ваши вопросы первый вопрос если мы говорим об активах богатстве у меня миллион долларов сша на счете плакать или радоваться если курс был пятьдесят восемь а стал шестьдесят пять был пятьдесят восемь стал шестьдесят пять радоваться что курс вырос дельта прирост 7 рублей на один доллар конечно радоваться а радости для меня для пятьдесят второго счета всегда по дебету активного счета то есть у активных счетов все плюсы всегда по дебету хорошо если у нас миллион долларов сша но курс был 65 курс был 65 а стал 61 что вы чувствуете у вас было 65 миллионов долларов сша а теперь у вас в эквиваленте 61 миллион долларов сша Кого винить, что 4 миллиона рублей, миллион долларов США это 65 миллионов рублей и 61 миллион рублей? То есть эквивалент миллиона долларов США, но снизился. Я потерял 4 миллиона рублей. Конечно, огорчаться. А все огорчения в учете на языке учета это кредит активного счета. Активы теряем. Когда мы теряем активы, мы огорчаемся. Для огорчения на языке учета это дебет, 91.2 расходы, прочие конечно. Почему прочее? Я не могу на них влиять. Благодарю Набиулину и Центробанк, но влиять на них не могу. Конечно же в отдельных случаях ПБУ гласит 83 счет, связанных с учредителями, с акциями, с вложением в устав на капитал, если иностранцы вносят валюте и так далее, то может быть такое. Но если курс растет, то у нас очень много надежд, сил, уверенности в будущее, если у нас много валютных активов. То есть у нас возникают доходы. И когда мы радуемся, что курс растет, ведь мы богаты валютой, валютными активами, дебиторкой валютной нам покупатели и иностранцы должны, то и радуется и государство. Потому что говорит, у вас значит доходы. А доходы прочие облагаются налогом и признаются в рамках налогового учета. То есть доходы прочие. Ну и в отдельных случаях я конечно же говорю о 83 счете. То есть 83 счет, если нам учредители обещали внести 100 тысяч долларов США в уставный капитал, например. И если они вносят в устав 100 долларов, 100 миллионов долларов, мы их регистрируем на дату госрегистрации. На дату госрегистрации обещания курс был 30. А когда они вносят курс 65, конечно радуюсь. И это добавочный капитал, связанный с учредителями. А все, что вносят учредители в уставный капитал, налогами не облагается. В налоговом учете дохода не будет, а в бухучете будет 83. То есть еще раз, когда у нас активы и курс растет, курс этой валюты, допустим у нас 100 белорусских рублей. Курс белорусского рубля растет, у меня доходы, дебет 52, кредит 91. Если же у меня доллары США, доллар США снижается. Был 65, стал 61. У меня кредит актив 52 счета, доллары, дебет 91 расходы. Понятно, что доходы и расходы могут во времени себя нивелировать. Вчера вырос, сегодня снизился. Но во времени можно наблюдать, как банк центральный на отчетную дату курс завышает. А на дату оплаты курс снижает. Потому что если я богат валютой, я на дату оплаты налогов буду избавляться от валюты, чтобы рассчитаться налогами. Они курс снизят обязательно. 20 числа апреля курс снизят, а на 31 марта будут держать высокий. Ну такая некая сезонность прослеживается из года в год, ежеквартально. А если теперь скажем, что у нас миллион долларов США, долг голландской компании за огурцы. Если мы должны голландской компании за огурцы. И курс был 58, то это 58 миллионов долларов США. Но курс повысился до 65. У меня обязательства вместе с курсом растут по кредиту. Кредит обязательства. Допустим 60 счет. Курс увеличился. И я больше должен только на том основании. Контрагенты спрашивают, почему вы так стали плохо платить. Я говорю, а что тут хорошего или плохого? Если курс вырос, это означает нам нужно уже отработать на территории РФ не 58 миллионов рублей, а все 65 миллионов. Значит мы должны больше на 7 миллионов рублей. Конечно огорчаться. Соответственно обязательства растут. Ничего хорошего. Расходы будут. А если курс был 65, я был должен 65 миллионов долларов за огурцы голландской компании. Но курс снижается до 61. 4 миллиона экономия. То есть обязательства пассивные счета снижаются по дебету. Минусы у пассивных счетов по дебету. Плюсы по кредиту. Плюсы у активных по дебету. Минусы по кредиту. Правила учета запомнили и отразили. Конечно же для целей признания доходов и расходов я скажу так. Обязательства это всегда, когда обязательства растут. Я огорчаюсь, у меня расходы и прочее. Когда обязательства увеличиваются, у меня доходы. Значили наоборот. Когда обязательства увеличиваются, у меня расходы. Долги растут по кредиту и обязательства. У меня расходы тоже увеличиваются. Если у меня обязательства снижаются, то у меня увеличиваются доходы. Прочие доходы. Это все, что мы смотрели, это квадрат курсовых разниц. Надеюсь, что вы себе это запомнили, зафиксировали. А если и не записали, то на сайте специалист в разделе преподавателей Иванов видео, это видео появится и будет общедоступно. Этот квадрат вы сможете вечно видеть, наблюдать, смотреть за ним. На курсах по валютным операциям мы смотрим примеры, связанные с покупкой, с продажей валюты, рассматриваем бухгалтерский налоговый учет этих операций и, конечно же, как отражается в 1С. А сейчас запишем, что такое разница в курсах валют. Разница в курсах валют. Я отвечаю на все ваши вопросы, вы их пишите в чате, я отвечаю. Разница в курсах валют. Или называют отклонение. Это разница между курсами двух разных банков. Запятая. Один из которых Центробанк. Я хочу купить валюту. Я хочу продать валюту. У меня будет отклонение. Разница в курсах. У банка весь курс покупки, курсы продажи. Конечно же, сравниваю с курсом Центробанка. Ведь ПБУ-3 гласит, все валютные активы и обязательства оцениваются и отражаются в учете по курсу Центробанка. Хочу купить 100 долларов, смотрю курс Центробанка 65. Но кто мне по 65 его продаст? Мне скажут, заплатите 67. Я купил за 67, заплатил 6700. Через час решил его продать, эту купюру 100 долларов. Иду, продаю 100 долларов и мне дают 6100. Я в шоке. Как так? Курс Центробанка 65. Купить, купил дороже. Продать, продал дешевле. То есть для банка курс покупки. Это по какой сумме они продают. А курс продажи по какой покупают. То есть все наоборот у них, потому что мы с другой стороны окошко. Но если говорить о юрлицах, там все делается чуть-чуть иначе. Заявление, но логика такая же. И банк будет говорить, посмотрим как на рынке сыграем для вас. То есть что мы закупим на межбанковском рынке или где-то там. Мне все равно где они закупают, что они закупают. Но они мне дают разные курсы. Курс банка будет один, а курс Центробанка на эту дату другой. Так вот разница отклонения в курсах, это не курсовая разница. Не путайте. Когда вы покупаете, продаете валюту или кому-то что-то перечисляете потом. У вас могут возникать курсовые разницы. А в связи с покупкой, продажей валютой возникают разницы в курсах валют. Или отклонения между курсом покупки и Центробанком. Между курсом продажи и Центробанком. Давайте запишем квадрат покупки, продажи валюты. Квадрат покупки, продажи валюты. Вначале мы купим валюту. Затем мы продадим валюту. Квадрат покупки, продажи валюты. Когда мы продаем и покупаем валюту, всегда какой-то процесс происходит. То есть, чтобы что-то купить, надо что-то отдать. Чтобы что-то продать, надо что-то отдать. Банк никогда не зачислит вам миллион долларов в США, если не снимет с вашего счета, не спишет. Эквивалент рублевый. Более того, банк не зачислит вам рубли. Если у вас на счете 2 доллара и вы хотите их продать, то вы не сможете продать 700 долларов. То есть, в учете нашим царит кредитовый принцип. Ну и вы догадались, банк будет выигрывать во всех случаях отношений с вами. Очень редко он проиграет в этих операциях. Да никогда. Такие ситуации в отклонениях могут возникать. Первое. Что происходит, если я хочу купить валюту? Если я хочу купить валюту, я должен отдать что? Другую валюту. Например, рубль Российской Федерации. То есть, я делаю кредит 51 расчетный счет. А если я получу иностранную валюту, то это будет плюс на другом счете. Валютный счет. Заметьте, я получу 1000 долларов США. И по какому курсу? Тут ПБУ 3 гласит по курсу ЦБРФ. Но с моего ВТБшного расчетного счета, например, или Сбербанковского, или Альфа, или другого, я должен отдать рубли как эквивалент по курсу ВТБ или этого межбанка, или какого-то из выписки банка. То есть, мне все равно по какому курсу, мне напишут в выписке банка, по курсу ВТБ из выписки банка. Согласитесь, если курс ЦБРФ 65, а у меня мой ВТБ спишет со счета 67, плакать или радоваться, но это бизнес, ничего лишнего. Конечно же, использую для этого 57 счет. Деньги в пути. Логика простая. Продажа рублей не считается реализацией, по мнению Минфина. Ведь покупка доллара, это по сути и есть продажа рублей. Я отдаю рубли, рубли нельзя продавать. В этом мире продается все. Ну, давайте посчитаем суммы. Если мы 1 доллар решили купить, 67 рублей надо отдать, 65 рублей, то есть у меня по 57 по дебету 67, по кредиту 65. Верно, что мне не хватает еще 2 рубля дельта. То есть, я вижу, что 2 рубля проели. Ждать сдачу что ли от банка? Я ВТБ отдал кредит 57, минус, ушло у меня 67 рублей за 1 доллар. По дебету 52 пришло по курсу Центробанка всего 1 доллар. 65. Конечно, если 1000 долларов, то 65. Спасибо. Если есть вопросы, пишите в чате. Дело в том, что микрофон делает помехи, если не качественно настроен. То есть, получается, что у нас 67,67, мы отдали рубли. С нас списали со счета 67 рублей за 1 доллар. Или 67 тысяч за 1000 долларов. Но зачислили нам всего 1000 долларов на 65 тысяч рублей. Значит, 2000 или 2 рубля или 2000 рублей. Мы не получим от банка никогда. То ли он себе это заработал. То ли он говорит, что межбанк съел. То ли ваши проблемы. Но намек. Вы должны закрыть эту дельту 57 счет. Продолжение следует... Продолжение следует... в дебет 91.2 то есть еще раз если у меня так вышло что рублей если бы вы поняли больше я получал микрофон для того чтобы говорить много и голодит это покупка у вас попросили не 67 рублей а всего 60 рублей если у вас попросили 60 рублей за счета списка а дали вам эквивалент то что стоит 65 то у вас доход это редко если же мы говорим что мы хотим продать продажа продажа если мы хотим продать валюту то мы должны поступать так все равно чтобы что-то купить надо что-то отдать а чтобы что-то продать они говорят вначале отдайте а потом мы вам зачислим деньги то есть я должен отдать 52 счет валюту валютный счет конечно по курсу центробанка а как же еще потому что курс центробанка согласно ПБУ 3 основа для всех расчетов основа для всех расчетов и эквивалентов в учете дебет 57 счет деньги в пути в 1С специальный субсчет 22 в других системах другие субсчета не важно будет или не будет субсчет важно что это по курсу центробанка и если курс центробанка 65 то это 65 тысяч рублей за 1000 долларов я хочу продать 1000 долларов это 65 тысяч рублей у меня в учете исчезнет но сколько мне зачислить мой любимый банк конечно же по дебету 51 расчетный счет у меня по курсу межбанка который для меня сложился в 62 рубля то есть 62 тысячи рублей я получу от них и скажу плакать или радоваться дело в том что продажа валюты центробанком признается законная операция все нормально Минфином признается доходом и расходом то есть у меня здесь будет возникать кредит доходы хотя в налоговом учете не так в налоговом это доходами не признается а в бухгалтерском признается доходом в сумме рублевой прочий доход но муж скажет по бухучету в любой семье и в любой учетной системе есть муж и жена муж это бухучет жена это налоговый учет муж скажет в этой семье у меня доход 62 тысячи я получил деньгами вот на счете у меня расход до 65 почему расход 65 потому что списали то у меня тысячу долларов которые везде на рынке у центробанка стоят 57 на 57 счете то есть 65 тысяч рублей у вас будет списано по 57 счету скажите доход минус расход 62 минус 65 все ли видим и чувствуем величину убытка у нас будет убыток минус 3000 дельта расходы больше чем доходы и значит убыток будет попроще этой операции если спросят а как же в налоговом учете отразится эта операция будут ли доходы или не будут расходы вы рассказали что в налоговом учете дохода 0 в налоговом учете вну доходов 0 вну расходов 3000 считаем теперь по версии мужа убыток 62 минус 65 3000 убыток считаем по версии жены 0 минус 3000 равно 3000 убыток то есть у нас продажи иностранной валюты всегда проходит в учете бухгалтерском как доход и расход доход в сумме рублевой массы расход в сумме валютного эквивалента продаваемой валюты 1000 долларов по курсу ЦБ 65 65000 это расход зачислили нам на рублевую выписку 62000 ждать от банка еще до начисления и сдачи не стоит 3000 ваш убыток но вы покажете доход 62 расход 65 все остальное посчитаете в конце месяца а в налоговом учете у меня только расход 3000 но на конец месяца муж и жена имеют одинаковый финансовый результат 0-3 у жены 0-3 тысячи в налоговом учете это убыток 3000 у мужа 62-65 тоже минус 3000 к вечеру 31 марта семья помирилась то есть разниц в учете нет глобальных доходах расходах есть финрезах нет у кого какие вопросы можете задать можете включить свои микрофоны если хотите можете написать в чате задайте ваши вопросы в части учета разницы все что касается разниц и отражений в учете бухгалтерском мы с вами в двух квадратах рассмотрели первый квадрат связан с курсовыми разницами второй квадрат связан с разницами в курсах валют запомните эти разницы в курсах валют возникают возникают только при продаже и при покупке валюты а курсовые разницы при переоценке любых валютных активов и обязательств если есть вопросы задайте если нет вопросов хочу вам рассказать что в ближайшее время у нас стартует курс связанный по учету валютных операций с валютными ценностями с изменениями законодательства которые существуют вы можете позвонить на сайт специалист записаться или вот у преподавателя посмотреть прямо на сайте когда какие группы стартуют конечно же у нас в бухгалтерии группы укомплектованы некоторые уже красные то есть мало места осталось есть очно-заочная форма обучения то есть кому как удобно но все что касается валютного регулирования контроля уже практически через две недели с 18 июня по 28 июня у нас 6 вечеров будет курс налогообложения и учет валютных операций валютное регулирование и валютный контроль что по этому курсу то есть программа курса есть основная модуль первый законодательство в части учета в части валютного контроля валютного регулирования модуль второй операции валютный контроль налогообложение участников ВЭД по НДСу по налогу на прибыль по налогообложению иностранных организаций ну и исчисления в рамках Еврозес все это буду показывать и на примере в 1С то есть как в теории так и в практике чтобы был полный комплекс понимания все что происходит всем спасибо большое если нет вопросов ждем вас на наших курсах спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!